Как система уродует наше сознание, во что превращает нас. То есть, как можно противостоять этому влиянию, очень мощному влиянию, информационному влиянию. Представьте, что современный человек, живя в социуме, получает примерно 99% информации негативной в своё сознание. 99% Это уже доказано. Вот сплошной негатив. Кстати, вот сейчас хоть немного стало немножко как-то полегче. Иногда что-то и позитивное мелькает. А было время, помните, когда один негатив только лился. Ужас. Что вот не включил там ящик, включишь, включишь радио, берёшь газету, и волос дыбом встаёт, и думаешь, как мы ещё живы. Вот такая ситуация. А что происходит? Происходит кодировка нашего подсознательного. Подсознание, когда получает такую информацию, то начинается раздрай в человеке, то есть, идёт управление через подсознание нашим поведением. И мы сами, сами того не подозревая, мы сваливаемся в такую каналу, как перестроить наше подсознание в позитив. Чтобы мы отсекали всю негативную волну, которая обрушивается на нас. И пользовались только позитивом. И этот позитив создавали в себе. То есть, научились видеть позитивные вещи. И строить себя по новому принципу. По принципу жизни, но не по принципу смерти, как сейчас. Ведь для чего сделано вот это всё? Система как она работает? Чем меньше человек в себя верит, тем лучше. Чем он слабее, тем удобнее им управлять. Чем меньше он доверяет самому себе, тем он ценнее. Чем короче его жизнь, тем он вообще бесценный. Он до пенсии дотянул еле-еле в ящик. Вообще золотой просто. Отличный гражданин такой. Все бы такие были, да? Вот. Поэтому вот эти вот вещи, они довольно серьёзные. И надо как-то людей научить противостоять всему этой беде. Я сейчас хочу дать вам ключ, рассказать просто об этих ключах. Но сначала давайте вот о чём поговорим. Что такое подсознание? Что это? И вообще, как оно устроено, и какую функцию выполняет у человека, и как оно связано с Творцом. Я сейчас буду рассказывать вещи, которые нигде не прочтёте. Просто вам надо это знать, запомнить. Значит, все наши привычки, все наши привычки, все наши привязки, понимаете, негативные, позитивные, все коды, которые в нас вкладывают, различные, различные коды, различные ограничения. Ограничения, ведь у нас их масса. Мы сами себя ограничиваем там, там, даже сами не понимая, зачем мы это делаем. Всё это вложено в подсознание в нашем. Подсознание – это гигантская такая полевая структура, слоёная, мощная. Если посмотреть срез, вот так вот, допустим, сверху срезать вот этот вот шар, такой огромный-огромный объёмный шар полевой, там увидим мы слои. Один слой, второй слой, третий слой, четвёртый, как конденсатор, вот внутри. Каждый слой вращается внутри вот этого полевой структуры, вращается в противофазе другому слою. Происходит вращение. Вот знаете, вот матрёшку, знаете, русскую нашу? Есть Ванька такая, матрёшка, есть Машка-матрёшка. Там вложены куклы, да, одна в другую. Вот примерно то же самое и здесь, в наше подсознание. Только вот в русском хороводе вы можете это увидеть, когда одна часть хоровода вращается по часовой стрелке, а другая против часовой стрелки вращается. Вот примерно так вращаются слои вот этой системы, которая находится в нашем коконе, в нашем коконе, в нашей ауре. Это не материальная структура, это структура чисто полевая. Теперь слои. Вот слоёв может быть столько, сколько прошли мы инкарнации. Вот у некоторых инкарнаций много. Там и доходит до тысячи, и даже больше. То есть воплощение не только на Земле, на других планетах. Поэтому в снах иногда эти люди видят себя на других планетах, в других мирах абсолютно. Это правильно, то есть приходы памяти, вот этой инкарнационной из подсознания. Мы это видим, мы замечаем всё это. Но очень много инкарнаций и на Земле. Почему? Потому что вот сейчас масса людей, сами этого не подозревая, кто они, они фактически очень высокие по духу. В прошлом, вот эта мощнейшая была какая-то цивилизация, ведийская, да? Даже не ведическая, а ведийская цивилизация, звёздная, космическая цивилизация. В то время, в то время, вот эти люди, вот, то есть вы, да? Вы уже присутствовали на Земле. И сейчас, сейчас вы именно потому на этой планете, потому что ваша воля, ваша воля, она управляла вами. То есть уйдя, ведь смерти не существует, её нет. Уйдя вот из материального плана в пятую мерность, измерение, да, пятая, то есть в астральный план, да, в мир духов, да, вы там отдыхали, и потом включились на воплощение именно на Земле. Если у вас это воплощение на Земле прошло, и ваша воля сработала, значит, вы все здесь непростые люди. Вы просто об этом не знаете, кто вы. Я хочу что сказать, чтобы вы верили в себя. Потому что то, что ваше сознание сейчас вас там бунтует, говорит вам, диктует вам какие-то свои условия, это ваше просто сознание. Что такое сознание? Это вот, если посмотреть на подсознание, вот этот огромный полевой шар гигантский, который находится в вашем коконе, да, а кокон у каждого из нас огромный, это кажется, вот его можно, конечно, измерить. Я даже это могу вас научить, как это сделать. Вы можете посмотреть свои структуры вашего кокона. Но на самом деле аура у вас большая. Вот у каждого из вас аура не менее километра примерно. Да-да, не удивляйтесь. Ауры большие у людей. И вот здесь они все сложились. Почему у вас нет отторжения? Потому что разные частоты этих аур. Они не накладываются. Нет интерференции здесь. Так вот, эта полевая структура, она закрыта. Вот внешней оболочкой, внешней оболочкой, вот эта оболочка есть сознание. Она такая, как сетка. Вот через нее бегут потоки эмоций и мыслей. То есть здесь все и то, и другое связано. Есть слой ментальный, есть слой астральный. Есть чисто астральный слой. Это что? Это эмоции наши. Эмоции, они тоже имеют свое такое, знаете, предназначение, без которого просто, ну, без неэмоционального человека, он просто не человек. Понимаете? Сами понимаете, что художники, поэты, музыканты, все великие ученые, это все идет с эмоционального плана. Ментал только на подхвате. Хотя многие думают, что ментал главный. Нет, все не так. Но я немножко отвлекся. Я хочу что сказать, что все вы непростые люди здесь. И вот что получается? Слой, который закрывает вот эту структуру полевую, вот он сейчас на поверхности. Он не пускает, он как бы закрывает, эта сетка закрывает подсознание. Будем так говорить, можно сравнить подсознание с горящим звездой, с солнцем. Вот представьте себе, это солнце закрыто чем-то. Там все горит, а сверху что-то есть такое. И оно на поверхности. Вот ваш мозг считывает информацию с этой поверхности. Не надо думать, что мозг является генератором мысли. Мозг не является. Сейчас уже к этому и психологи пришли, к этому выводу, и психиатры. А эзотерики давным-давно это знали, что мозг это просто что? Коммутатор. Это система, которая включает разные слои, разные потоки информационные Земли, космоса, и идет включение через наше подсознание. То есть подсознание, вот эта структура, она является посредником и фильтром, мощным фильтром, через который проходит поток информации. Прямой космический поток. Но я вам могу сейчас пример привести. Вот наши космонавты, например, вы, наверное, слышали о них, да? Они, как в космос выходят, вот, так превращаются в экстрасенсов сразу. Они знают, где там у них жена, куда она пошла, там, что там делают дети. Они все знают, что там какие-то политики чем-то занимаются, что о них думают. То есть они сами не могут понять, откуда. Почему такая эрудиция? То есть это напрямую, что правое полушарие считывает информацию, которая вокруг. На Земле все исчезает. Ну, наверное, вы, наверное, знаете, тут немножко я отвлекусь, почему, да? Кто помнит, я писал в книге, на Луне стоит мощный блокиратор полевой. В горах у нас разбросаны по всей планете ретрансляторы, которые закрывают фактически возможность современному человеку впитывать информацию с Земли. Вот. Ну, Земля мало дает информации, прежде всего дает отец. То есть Земля – это мать, отец, космос, да? Вот. И отсюда мы просто… Некоторые люди получают информацию, а некоторые не получают. Получают в основном гоплогруппа R1-A1. Вот люди этой гоплогруппы самые стойкие, самые сильные, самые опасные для системы. Но это другая уже тема, и не хочу на ней останавливаться. Ну, а гоплогруппа R1-A1 – это 80-90% русский народ. Поэтому он обречен на уничтожение. Вы, наверное, это знаете. Опасный народ. Уже в Германии там 24% гоплогруппа. У индийцев в Индии, да, там R1-A1, там всего 16%. И то у Кшатриев, и у Бараминов. Там вот эти две касты, они еще сохраняют себе эту гоплогруппу. Если посмотреть на Скандинавии, там 26%, чуть больше, чем в Германии. А у нас 80-90%. На севере у нас, на северных, наши северные города, да, там вообще 100%. Там сотни, понимаете, деревни северные, сотни. То есть там все R1-A1. И вот эти люди, да, они могут пользоваться информационным потоком космоса. Но, но, для этого и создана система, которая блокирует этот процесс. Не просто включение там на Луне, да, Луна уже не наша, сейчас там на Луне стоит этот вот преобразователь, который чудит, значит, всю планету держит вот в сумасшедшем доме большом, да. Это еще не все. Самое главное, это информационные потоки, которые нам все время, что нас атакуют. Нас атакуют, 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 куда бы мы ни сунулись. Вот знаете, один раз я в Новосибирске так вот что-то разговаривали с ребятами, с друзьями. Я говорю, да вот куда не сунешься у вас, поехать по городу. Везде стоит программа на короткую жизнь. Да ты что, Георгий, мы ее не замечаем, мы не знаем. Поехали для интереса, сели в машинах, поехали. Реклама, пожалуйста, вот, вот. Когда я стал показывать пальцем на эту рекламу, они за голову хватаются. Я говорю, а это же все считывается куда? В подсознании. А подсознание включает наше тело на уничтожение, потому что подсознание управляет мышцами, костями, кровью, всеми органами, гормонами и нервной системой. То есть все здесь, понимаете? На нем завязано все. Но я сейчас хочу только что сказать. Вот я сейчас начал с чего? Сознание. Чем отличается сознание от подсознательного? Пока все понятно, да? Что вот наше сознание, оно блокирует потоки информационные изнутри. То есть из что? Из чего? Из подсознания. Вот когда оттуда что-то прорывается, тогда мы получаем подлинную информацию. Потому что наше подсознание, его нельзя блокировать никакими устройствами, ни с Луны, ни с Марса, никак. Потому что это напрямую, вот эта система связана с Творцом. Но снять информацию очень сложно, очень трудно, потому что у нас неправильное воспитание. У нас перекос на левое полушарие, на логику, у нас перекос на работу нашего сознания. А подсознание мы вообще не знаем, что это. Как оно работает? Что это такое? Вот. Так вот, что получается? Мы-то не знаем. А те, кто нам программы вкладывают, то есть нас программируют, они хорошо знают, что подсознание – это тот же компьютер. Туда можно все что угодно затолкать. То есть если мусор запихивают туда, вот программисты это хорошо знают. То на выходе что будет? Такой же мусор, такая же дрянь. И вот нам вот этот мусор гонят газеты, ящик, понимаете, книги, очень многие книги, их вообще нельзя читать. Вот такая же радио. В общем, я недавно этот мусор послушал в Москве, вот к вам ехал. Аж противно стало. Думаю, сидел, у меня аж кулаки сжались. Думаю, я такой мужик-то горячий. Думаю, да что такое? Попал бы мне этот придурок, который несет это все. Ему голову отвернули. Потому что он кричит по радио. А зачем Россия и Крым? А зачем? И люди воспринимают. То есть кто-то это воспринимает. Да, а зачем он нам нужен? Зачем вообще Россия, Россия? Вот интересные вещи происходят. То есть вот такая наглая, бессовестная ложь, бессовестная ложь вторгается в наше что? В наше подсознание. А что подсознание? Подсознание принимает. Это компьютер. В него можно вложить все, и оно все примет. Поэтому страшно отдавать детей в детские ясли, в детские сады. Страшно их отдавать в школы. Кому их отдавать? На растерзание. То есть там идет программирование под систему. То есть то, что система требует, то там и будет в этих детях. А мы говорим, ага, детей теряем. Детей-то нет. Дети вырастают и уходят в систему. Они конфликтуют с родителями. Но эти родители ведь на первом месте, родители сами того не понимают. Они на первом месте главные палачи своих детей. Они просто настоящие палачи. Ребенок рождается, а его начинают ломать. И родители даже это не понимают абсолютно. И не знают, что они... Ведь чтобы родить ребенка, это совсем не сложно. А вот как его воспитать? Надо хотя бы немного-то понимать, как устроена психика человека. Хотя бы в самых таких элементарных вещах. Я вот вчера на встрече что сказал? Вчера. Я говорю, ну вот мать, например, ребенок начинает там что-то, ну, фантазировать. Мало ли что, дети фантазируют. Хорошо, дети как они фантазируют, интересно. Некоторые вспоминают прошлую инкарнацию, рассказывают, как они там жили. В прошлой инкарнации. Он просто рассказывает, я вот был взрослый, я это, это, это было у меня, вот это, я там летал, я там плавал, я там видел звезды. Он чистую правду рассказывает, чистую правду. В это время его родители хватают. Ты что собираешь? Ты что несешь? Ты что? У тебя с головой не в порядке? Ты что собираешь? Ты фантастик, ты фантазируешь, ты опустись на землю. То есть этого ребенка отсекает его от прошлого, от его инкарнационной памяти, отрубает. Хорошо, ладно, это еще полбеды. А вот если он начинает фантазировать о чем-то серьезном, там, например, какие-то у него может мысли появляются тоже из прошлой инкарнации, какие-то мысли у него о создании каких-то аппаратов, какой-то техники сверхинтересной, которая на земле пока не существует. Даже магические какие-то программы у него в голове, понимаете? А магия-то что? Это психофизика, это просто неведомая нам наука, да? И этот ребенок начинает говорить, папа, мама, вот эти вещи можно сделать вот так вот. А ему говорят, вот, ты собираешь, несешь. И что? Ребенок что, получает мощный удар по самому что? Подсознанию. Программа в подсознании забита родителями. Это авторитет, мама авторитет, папа авторитет. Ребенок садится на ноль, потому что чистый логик получается. Опять, два плюс два, он знает, что четыре, а все остальное нет. Законы философии на него отсутствуют. Все отсутствует. Законы прошлого отсутствуют. А ведь не зная прошлого, не будет будущего, вы сами понимаете. У нас, вот сейчас посмотрите, я не знаю, сколько здесь людей, кто хоть немножко интересуется историей. Наверняка немного. А может здесь пришли, которые действительно люди, потому ему и пришли, что вам интересно все-таки прошлое наше. А ведь, понимаете, это ведь тоже очень хитро придумано. Вроде бы история есть, вон в школах, вроде бы такой предмет есть, а кто ее любит. И находя туда таких преподавателей, от которых люди бегут, просто дети от них убегают, им неинтересна эта история. То есть, вы понимаете, о чем я говорю? Что система кует под себя кадры. Обыватель, человек-обыватель, да, он идеальный, что, идеальный поставщик энергии в систему. Он должен отдать энергию свою, должен вовремя уйти из жизни, должен ничего не понимать, ничего знать. То есть, фактически что происходит? Я не хочу тут много рассказывать. Происходит битва за планету. Идет настоящая война. Медленно уничтожается человечество на земле, причем его же руками, различные технологии внедряются для этой цели. И как-то надо этому противостоять. А как? Вопрос. Как это сделать? То есть, нужно что сделать? Программу, менять программу. Вот ту программу, которую нам вбивает система, нужно что? Спалить в себе, уничтожить. Ограничения, дурацкие, идиотские ограничения, которые нас по жизни контролируют везде, куда бы мы ни сунлись, их надо убрать. Надо освободиться от всей этой беды. Понимаете? Убеждения, которые вообще не нужны. Мысли, которые... Сумасшедший дом. Это такие бывают мысли, что... Ну ни в коем случае с этими мыслями человек не может жить. Однако мы эти мысли лелеем, мы живем этим, мы думаем так. Я вот сейчас сталкиваюсь, то там, то там сталкиваюсь с людьми. И как правило, со взрослыми людьми, а они вот такие. И что они делают со своими детьми? А дети-то ведь наше будущее. Вот что получается. Как сделать так, чтобы наше подсознание очистилось от этого мусора? Хотел сказать круче, думаю, ладно. Мусор. Вот тот мусор, который в нас впихивают и днем, и ночью, и на всех уровнях. Значит, что получается? Вот смотрите, вот эта слоеная система подсознания, слой, слой, слой. Эти слои это что? Наша инкарнационная память. Вот сейчас мы, что? Вот этот слой, это наше сознание, в нем сейчас мы вроде бы и живем. Мы сейчас им пользуемся. Мы уходим из жизни, проходит некоторое время, вот эта вот память, она уходит вниз в систему, выстраивается новая. Мы приходим на землю снова, да? Потому что мы, я уже говорил, что тут люди все продвинутые и высокие в прошлом, да? Сейчас мы, конечно, уже другие, но тогда-то были. И поэтому вот сейчас мы снова вернемся, у нас авансом нам дадут возможность вернуться, мы придем снова на землю. Вот. И опять, что получается? Вот эта наша жизнь, да? Которая сейчас, вот это наше сознание, оно ляжет в банк памяти и покоя нашего подсознания. А сверху будет опять выстроена какая-то другая система, в которую будут вкладывать, и на клавиши будут давить, и мы будем бегать, выполнять их, так сказать, команды сверху, какие мы должны быть, вплоть до конца нашей жизни. Я хочу немножко вот на чем остановиться. Человек рассчитан на очень много лет, поверьте, запросто. 150 лет каждый из вас легко проживет, легко. В легкую. Если, конечно, не будете травить себя там водкой, курьем там, наркотиками, я не знаю там чем, ну, мало ли там. Ой, и клеем там, и что только они едят, и что только они таблетками, кстати, вот насчет таблеток. Ни в коем случае забудьте про аптеки вообще. Вот я в них не появляюсь десятилетиями. Нет, иногда прихожу там резинобинт купить для тренировки. Вот и все. То есть, что получается? Смотрите, как интересно. Человек легко может, легко. У него заложена в каждой клетке, в генетике каждой клетки программа жизни 150 лет. 150 лет. Это вам любой генетик скажет. Это в легкую живет человек 150 лет. Он до 100 лет молодой. Он полный силы. Он может в 100 лет быть отцом. И женщина может быть матерью. Вот какая интересная вещь. И некоторые женщины рожают 80 лет. И такое бывает. Вот, но когда программируется подсознание на короткую жизнь, а его начинают программировать с детства, вот, что получается? Генетика говорит одно, а подсознание другое. Там программа другая. И вот все эти болезни, масса болезней, которые сейчас выкашивают огромное количество людей, они рождаются подсознанием. Подсознание получило программу на короткую жизнь. Это компьютер, который в нас. Он программирует, понимаете, враг программирует нас, на смерть. И понимаете, что происходит? Настоящий враг. И что делать-то? Вот. Да, надо, конечно, это понять. Сначала понять, потом от этого уйти. Сейчас я расскажу, как это сделать. Я просто вам рассказываю, что происходит. Мы болеем не потому, что мы больные. Мы не больные абсолютно. Мы болеем потому, что подсознание наше придумывает нам болезни, создает их искусственно, разрушает наш организм, интенсивно тратя огромное количество энергии, чтобы нас загнать в ящик. Потому что такова программа. Это программа железная, она рабочая. Вот какая ситуация. И мы в ящик летим, там после 70 лет бабах, бабах, и поехали на кладбище. И даже, и все говорят, о, больной, умер от старости. Да нет старости. Вот в чем дело. Ее просто нет. Как это объяснить? В науке, да, она есть. Научные наши круги, они вообще, они до сих пор доказывают, что в пирамидах египетских там фараонов хоронили. Докажут, что это не так? Хотя все знают, что это далеко не так. Совершенно другая функция пирамиды. Однако они это говорят. Им так нравится. Понимаете? Так вот, значит, что надо сделать? Я немножко вам рассказал, чуть-чуть. Нужно научиться себя перепрограммировать. Изменить код нашего подсознания. Его заменить надо на другой код. Надо код смерти убрать, код жизни воткнуть. То есть управлять своим компьютером. Вот это очень важно. Я сейчас хочу, чтобы люди это запомнили. Я сейчас расскажу медленно, спокойно. Постараюсь 10 раз повторить, чтобы вы хорошо это поняли. Значит, что получается? Я в своих книгах там писал о погружении подсознания. Ну, это, наверное, сложновато. Я сейчас попробую вам рассказать еще один способ погружения в подсознание нашего сознательного. Нашего я. И включение других программ. Других программ. И выключение программ негативных. Значит так. Первое, что нужно сделать. Да, я вам скажу честно. Работы много. Работа требует затрат. Приличных затрат. Нужно работать каждый день. На первых порах каждый день. Потому что вы понимаете, что подсознательная система, вот эта огромная, она имеет еще инерцию. Чтобы раскачать этот маятник, нужно все время на него воздействовать. Когда вы его раскачаете, тогда все пойдет как надо. Тогда легко все пойдет. А вот пока вы его не раскачали, нужно работать каждый день. Так что, если сейчас вот вы услышите то, что я вам расскажу, включайте сразу в это дело и начинайте эту работу со своим подсознанием. Значит, что самое главное здесь? Отстегнуть тело от психики. Отстегнуть тело от психики. Как это делается? Есть такое понятие релаксации или расслабления. Как? Вот многие люди сейчас просто не в состоянии это сделать. Они не могут отключить мышечное напряжение. Напряжение мышц. Оно у них постоянное. Идет из головы, поэтому здесь нужно поработать. Как это делается? Значит, техника простая. У нас вот этот вот центр, вот он, да, центр солнца, то есть солнечное сплетение. Здесь аккумулятор энергии. Вся энергия туда стекает, потом она распределяется по нашим центрам. Так вот, им надо пользоваться. Прежде всего этим центром. Ты включаешь этот центр и видишь, чувствуешь мысленно, как у тебя в руки потекла энергия. Вот в твои руки. Кто-нибудь, вы меня слышите, да? Не очень хороший этот микрофон. Вот, энергия идет в руках. Вот в воинском искусстве мы это хорошо знаем. Атака рукой, выброс энергии и летят органы. Там внутри, у человека, да, где-то. Там либо мозг лопается, либо сосуды в мозге, либо сердце останавливается. Здесь тот же самый принцип. Ты смотришь на руку, на свою собственную руку и начинаешь ощущать поток энергии из руки, который идет вот откуда. Энергия на лицо идет. Лицо воспринимает, глаза воспринимают. Запомнили? И какие ощущения? Либо холод может быть, либо покалывание может быть, либо может быть жар. Вот у меня, например, просто в центре плодони у меня как огонь начинает гореть, аж жгет. Вот это слово жар, допустим, или холод, или покалывание, это и есть слово пуска. Это ключ входа в подсознание. Потом только это слово скажете мысленно даже, да? И любое, какое вам придет в голову. Вот какое ощущение ладони, вот ты смотришь эту ладонь, расслабил ладонь, да, и поток энергии пустил. Ты мысленно чувствуешь, как энергия пошла. Какой здесь центр? Желтый. Энергия желтая. То есть солнце, да? Солнечный поток. И вот ты чувствуешь, как эта энергия, вот как она себя ведет. Может быть ощущение покалывания, может быть жара, может быть холода, понимаете? Тут у каждого свое ощущение ладони. У каждого это будет. Не думайте, что у вас не будет. У всех это будет. Я вам скажу, и все вы здесь сидите, все вы маги, вы сами только этого не знаете. Все вы здесь целители, все до одного, только этого не знаете. Тут много чего не знают люди, сами о себе. И вот этот поток у каждого. И вот то, что вы ощутили, допустим, вот у меня жар, например, да, у меня горит рука, да? Ну это от занятий воинским, так уже получилось. А у вас что-то там другое может быть. И вы это чувствуете в ладони. Это как раз слово является пусковым, пусковым словом для будущего самопрограммирования. Я сейчас объясню. Когда вы вот это почувствовали, вот в ладони, да, вот этот поток энергии. Назвали его там холод, там покалывание, или там может быть кому-то щекотка, там не знаю. У всех все по-разному. У кого-то жар может быть, да, там или тепло просто в ладони. Да попробуйте, даже сейчас у вас получится у всех. Совсем не сложно. Вот. Это слово, вот, это слово запомнили. Потому что когда вы идете на самопрограммирование, только вспоминаете это слово, включается процесс. Процесс автоматом включается. Дальше что? Просто ложишься или сидишь. Это не важно, какая поза. Ты сел. И эту энергию, которая пошла, опустил, идет сначала с бедер, на ноги, или чуть выше колен. Положил руки чуть выше колен. И пустил эту энергию до костей. Представляете, что энергия туда ушла. Потом эта энергия, она расслабляет вам ноги. Она уходит к ногам, она уходит к пальцам. Обратно возвращается в таз. Идет по спине. Выходит на лицо. То есть вы фактически двумя руками из этого центра пускаете два желтых потока по себе, изнутри, мысленно. Понимаете, тут еще что? Для материалиста это, конечно, сложно. То, что я сейчас говорю, потому что материалист, у него зацикленность только на том, что вот может прибор показать, и то, что он может пощупать. Тут не пощупаешь. Тут ощущение. Тут нужно почувствовать, что это все работает. Попробуйте с этим поработать. Когда у вас это получится, дальше уже очень легко будет. То есть, что получается? Эта энергия, она просто-напросто расслабляет все узлы, нервные и мышечные узлы вашего тела. То есть вы этим вот отстегиваете, отстегиваете тело физическое, грубое, от вашего подсознания. Отбрасываете его в сторону. Можно найти другие способы расслабления. Там их масса. Можете почитать. Любой брать, любой способ, и можете пользоваться. То есть, я вам рассказал самый простой. Вот. Ну, для меня, во всяком случае. Я так думаю, что он простой. Можно другой способ взять. Это представление образов. Например, ты ложишься или садишься, и видишь, как у тебя мышцы стекают. Просто они в воду превратились, они ушли. И ты сидишь скелетом натуральным. Чувствуешь себя, ты натуральный скелет. Мышцы все, все напряжение, все ушло. Ты просто, и органы ушли. Ты просто сидишь и улыбаешься своим голым черепом. Саму себе, да? Вот так. Вот. Это тоже способ хороший. И тоже мощное расслабление. Тоже все узлы, все мышечные эти самые, вот эти вот, ну, будем так говорить, спайки мышечные, которые внутри, они все разбегаются, они все расходятся. Самое трудное – расслабить лицо, мышцы лица. Потому что мышцы лица, они всегда какая-то у нас маска на лице. Обязательно. Вы знаете, мы же ведь разучились быть естественными. У нас обязательно какая-то маска, обязательно на лице есть. Вот эту маску убрать надо. Как я с некоторыми работаю, говорю, убери противогаз, сколько можно. Он не знает, что такое противогаз. Убери, не могу смотреть. В конце концов, убирает этот противогаз, да, лицо расслабляется, мышцы расслабляются, все, уже готов человек. То есть все. Он уже что? Он расслабился. В этот момент, это что? Получается, вот это релаксация или расслабление. Можно еще один способ использовать. Это просто ментальный способ. Ты ложишься и ментально проходишь по всем узлам, по всем своим мышцам, ментально их расслабляешь. Так делают обычно, ну, мастера воинского искусства, им это легко делать. Ну, вообще, те, те вообще делают так. В долю секунды они на полном расслаблении. Это когда ты постоянно занимаешься воинским, ты мгновенно, секунда там, доля секунды ты полностью расслабился. Потому что иначе двигаться не сможешь. Скорости не будет, энергия по тебе не пойдет. Ну, это уж, наверное, тут среди вас такие есть, поэтому я и говорю. Для них это, то, что я сейчас сказал, это не обязательно. Но я говорю для тех, кто не знает вот этих вот, которые, ну, техник, которые в воинском искусстве используются. Так, дальше. Ну, поняли, да? Вот расслабились. Отбросили тело. Все, тело отброшено. Теперь ваше подсознание, оно перед вами, и сознание ваше сверху лежит. Вот такое одеяло сверху ваше сознание, а внутри вам нужно проникнуть в самый центр, в глубины вашего подсознания. Когда ваше сознание проникает туда, то вибрация управления, то есть кодировки, самокодировки, она очень быстро достигает нужного. То есть результат очень быстрый начнется, перестройки. Вот. Что вы делаете дальше? Обычно включается слово. Вы сами понимаете, что слово имеет огромную силу. Можно и без слов, но это только для продвинутых, для тех, кто уже давно работает с подсознанием. Они могут мысленно себе все, что угодно приказать. Здесь ты что делаешь? Вход как начинается? Ты считаешь. Считаешь от пяти, даже можно от десяти, но это долго, но более надежно. Но берем от пяти. Пять, четыре, три, два, один, ноль. И каждый раз состояние твоего самогипноза, что ты уходишь, проваливаешься, куда-то летишь. Останавливая в это время свое дыхание. То есть ты дыхание тормозишь. Дыхание тормозишь. Тише дыхание, тише. Не глубокое дыхание. Оно поверхностное и редкое дыхание. И летишь вот в бездну. Представляешь, что куда-то падаешь. Представляешь, что летишь в тьму. Глаза закрыты. Ты считаешь пять, четыре, три, два, один, ноль. Вот когда ноль, и ты оказался где-то глубоко, ушел в глубины. Вот в эту бездну ушел, да? То есть твое что? Сознание погрузилось в глубины твоего подсознательного. Но это еще не все. Чтобы удержать себя в этом состоянии, даешь команду себе. Даже не раз, не два. Можно их и десять раз. Если тебя все выкидывает оттуда, начинает выбрасывать. Вот материалистов выкидывает. Они не могут так почувствовать вот это состояние. Если привык человек всю жизнь жить в материальном плане, ему очень тяжело. То, что я сейчас говорю, практически невозможно. Так вот, здесь что? Установка. Ты говоришь самому себе. Мой сон глубокий. Или я глубоко сплю. Я провалился в глубокий сон. Хотя ты не спишь. Что происходит? В этот момент, вот эта формула, она включает ваше сознание, вот включает, происходит как вилка в розетку в астральный план, в пятой мерности. Начинаются идти какие-то видения. У некоторых людей они попадают в астральный план. То есть они начинают грезить наиву. То есть он, бывает, под градом идет у человека. Бывает, он видит сущности, которые двигаются. Он их видит. Бывает такая сыпь, вспышки, 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 вспышки огненные, или желтые. Или такие мириады передвигаются перед вами, какие-то образ, как светлячки. Только их маленькие-маленькие. Огромным таким роем перед вами начинают качаться, кататься. Волны начинаются. Это все вход вашего сознательного, ваше подсознание. То есть вот. Это вход в астрал, фактически. Начало астрала. Вот здесь вы можете установку дать. Дать установку своему подсознанию. Дать установку на то, что вам хочется. Но до этого надо додуматься. Надо еще, надо решить, что вы хотите от себя. Что вам надо. Прежде всего, это основа основ. Сейчас я вам некоторые вещи хочу сказать. Вот смотрите. Каждому из вас вложена программа. Каждому. Вот хотите верьте, хотите нет. Вот проверьте сейчас то, что я скажу. Что вы маленький человек. Что вы не способны что-то поменять в этой жизни. Что все ваши усилия напрасны. Чтобы вы не пытались сделать все это ерунда. Ничего не получится. Потому что у вас нет ни власти, ни денег, ни сил. Ничего. То есть вот эта программа, она у всех. Вот я, наверное, правильно сказал. Вторая программа, что вы недостойны. Нет, нет, вот вы недостойны многих вещей. Вот недостойны того, 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 там, чего-то там запредельного в плане богатства, там, в плане, в плане, в плане чего-то там еще. Даже, даже хорошую жену иметь вы недостойны. Вот так. То есть идет самопрограммирование. Вбили вам эту программу. Она и есть, эта программа. Или там жена считает, что она недостойна иметь хорошего мужа, и никогда у него не будет этого мужа. Даже бывает попадает этот муж ей, а она упирается. Она не может понять, что он с ней. Она никак не может эту программу свою преодолеть. Она на него как смотрит и удивляется. Откуда он такой взялся? Что это с ним? Она нездоровый мужик какой-то. Вот он ее любит, понимает, около нее, интересный какой-то. То есть, понимаете, вот эти две, две вот эти вот программы, они в каждом из вас. Так вот, что вы должны сделать? Эти программы уничтожить в себе. Как? То есть, но дать себе установку, вот когда вы попали туда, установку, что вы всемогущие, что вы, ваша мощь вот духовная, она равна мощи Творца. Да, потому что на самом деле так и есть. Каждый из нас это что? Часть самого Творца, выполняющая функции какие-то в материальном плане. Все мы часть Бога. Хотим мы этого или не хотим? Можете не признавать, можете признать. Как хотите, на самом деле так. Мы все часть Его самого. А Он многомерен. Поэтому в нас только чакр. Семь уровней сознания. Плюс сознание восьмое еще, наше сознание тело. Еще подсознание. Понимаете? Вообще девятка. Цифра девять. Священная цифра девять. Вот. Так, это главное. Вот, понимаете, вот это. И второе, что вы достойны иметь все от жизни. Достойны иметь самых высоких благ. И самых высоких почестей. То есть вы не просто их иметь будете, не заработав, не ударив палец о палец. А что вы все это сможете сделать и получите. По заслугам у вас все получится. Все будет так, как вы хотите. Но есть еще одна деталь, которая очень серьезная. Сразу же, сразу же вы должны дать команду подсознанию не принимать негатива никакого. Любой, какой бы негатив ни шел, из ящика, там, из радио, там, неважно откуда. Даже ваши там соседи что-то рассказывают. Любой негатив, какой бы ни шел, не принимать, чтобы ваше подсознание отказалось от приема любого негатива. Вот такая программа должна быть обязательно. То есть вы три программы вкладываете. Первая программа о могуществе. Да? О достоинстве, что вы достойны всего. И можете все. И третье, не принимаете никакой программы. Любой, какая бы ни была. Там, папа, мама вам поет, ну и пусть поет. Там могут вся родня, там, хор собраться, человек пятьдесят, и будут петь тебе. И ваше подсознание ничего не примет. Только посмотрит, посмеется над ними, и пускай они стараются. Это их дело. И там упираться будут СМИ, которые очень хорошо работают в этом направлении. Они ведь от государства-то к нашему вообще не относятся. Ими же управляет мировое правительство. И за это деньги платит. Поэтому, понятно. Вот три вещи, вот эти три, три кода. Вам нужно обязательно эти коды освоить. То есть каждый день, если вы занимаетесь вот этим входом в подсознание, работой с подсознанием. Вы знаете, я вам так скажу, сначала вам придется очень много работать. Честное слово. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Если вы будете менять себя всерьез, это до часу примерно. Минут шестьдесят. Теперь вот какое дело. Ментально, пока у вас, вот среди вас здесь есть люди, которые могут и ментально давать себе установки. Я не буду на них пальцем показывать, но есть такие. Тут они сидят, тут их вижу. А в основном огромная масса людей, она должна проговаривать, проговаривать эти установки. Вот представьте себе, эту установку ты проговариваешь целый час. Вот понимаете? А как правило, ты вошел в подсознание, и тебе нужно вот именно вот этот момент построить в себе. И ты шестьдесят минут, меняя, можно менять слова, можно переставлять слова как-то, но суть не должна меняться. Суть не должна ни в коем случае меняться. Та же самая суть. Как попугаем быть тоже не надо. Потому что подсознание принимает один поток информации, ты поменял, суть другая, он легче воспринимает. Каждый раз новое он воспринимает легче, понимаете? И ему удобнее так. Вот. То есть вот такая вот работа. Потом вам не надо будет работать там по часу. Ну, даже я вам скажу, даже в тридцать минут. Это очень много, это очень большая работа. Гигантская работа со своим подсознанием. Потому что ваше подсознание мусором забито, грязью забито. Она такой дрянью там забита, что не дай бог, вот кого не копнешь, страшно становится. Я вчера разговаривал с людьми, люди-то хорошие. Видно, что люди-то золотые сидят вокруг, глазища-то какие. Каждого хочется обнять, говорит, господи, какие же вы обалденные. А у вас такие программы. Как вы смогли в эти программы-то свалиться, милые мои? Почему эти программы-то в вас? Как так получилось-то? А помочь как? Вот только вот самопрограммирование. Другого пути нет, просто его нет, понимаете? Вот здесь. Когда нам рассказывают предания о эльфах, говорят, что этот народ когда-то жил по 600, по 700 лет, это по тысяче лет, да? Это же тоже правда. Когда нам рассказывают библейские сказки, что там по тысяче лет они там жили по 600, по 700, эти библейские герои, это тоже правда. Да, да, правда это все. В легкую тело может жить такое время и сохранять себя и быть здоровым и сильным. Все это правда. Только почему сейчас мы так не можем? Потому что мы вот эти вот техники утратили. У нас их забрали через иудаизм, через христианство, через ислам, через буддизм, наконец. Вот все четыре вот эти вот религии мировые, они свое дело сделали. Кто этими техниками владел, они все были объявлены вне закона, они все были колдунами. Потому что вы сами понимаете, что происходит. Вы знаете, я вам сейчас открытие сделал и сам думаю, а что же я натворил? Это все относится к тайному знанию. Вы понимаете, это путь к мощнейшей магии. Мощнейшей. Напрямую подсознание связано с Творцом. Если ты подсознание перекодируешь, перестроишь свое подсознание и в позитиве перестроишь, в позитиве, повторяю, в позитиве, то это подсознание свяжется с кем? Ну, вы сами понимаете, с кем, да? Со Вселенной. И ты становишься частью его. То есть могущество твое становится безграничным. Фактически любое волевое твое желание, оно выполняется на земле. Поэтому нужно что? Понимаете? Нужно себя ограничить. Ни в коем случае не нарушать общие единые законы мироздания, о которых вы, к сожалению, не знаете. Я и до сих пор еще не написал этой книги, которую так хочу написать. Ну, главный закон. Закон любви. Второй закон. Закон меры. Это необходимое, достаточное. Вот в этом надо себя держать. Не будешь нарушать тогда вот эти вот два закона, у тебя все многое может сложиться. Закон крайностей. То есть ни в одну из крайностей не впадать. Это тоже очень важно. Ну, а еще закон маятника. Закон маятника это что? Это тоже серьезный закон. Никогда не уходить в какую-то, будем так говорить, в какую-то систему или в какую-то идеологию с головой. Всегда нужно попробовать разобраться, уйти в другое. То есть искать истину, работая с двумя полюсами. Один, второй полюс. Один, второй полюс. Разбираясь вот так. Не надо быть фанатиком. То есть вот так. В общем, короче, эти законы нужно знать. Вот три эти установки, да? Третьи установки. Серьезные установки. Дальше вы можете сделать все. Когда вот вам, у вас получится вот это, дальше вы можете управлять своим здоровьем. Своим долголетием. Это в легкую. Дальше подсознание будет уже слушаться. Можно, вот тут мне сейчас задавали вопросы, а можно восстановить органы? Почему нет? Подсознание может все. Печень запросто. Почки запросто. Поджелудочную запросто. Желудок запросто. То есть все, что угодно. Потому что это все его прерогативы. Мышцы запросто. Хотите быть здоровыми, крепкими. Мускулатура, чтобы мощно работать с подсознанием. Но, кроме всего прочего, не надо забывать, что есть еще и гимнастика. С отягощениями, там, бег, там, плавание. Там огромные нагрузки физические. Если вы только с подсознанием будете работать, да, вы получите все. Вы получите, но это нечестно. Это неправильно. Когда вы дополняете еще чем-то, да? Тогда это честный, нормальный путь. Ну вот, я вам кратко рассказал. То есть, даже закончил тем, что можно выйти на долголетие. То есть, на бессмертие. Фактически на бессмертие. Как? Как? Вы, наверное, должны знать, что из моей книги, из одной, это вот «Все они и вишние богов и кромешники». Там я упомянул одну интересную деталь, что если человек во что-то верит всерьез и включает волю, образ, то у него все получится. Образ – это серьезный очень. Здесь хочу что сказать. Вот смотрите. Генетика. Ведь они чего добились? Они добились того, что наша генетика перестала работать так, как надо. Да, у нас сохраняется генетика, в генетике сохраняется код на 150 лет. Но это же мало. На 150 лет у каждого пока, вот эта генетика еще работает. Но пройдет немного времени, она изменится. И вы даже до 100 лет не будете доживать. То есть, наши дети и внуки. Даже этого не будет. Потому что постепенно, что муху-дрозофилу ломают, 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 ломают. Она все короче, короче, короче. У нее жизнь. Мы сейчас, вот в положении мухи-дрозофилы. Система нас, используя наше подсознание, а мы о нем даже вообще не знаем. Она что хочет, то с нами делает. И влияет на нашу генетику. Поэтому вот сейчас, сейчас нужно поверить в то, что ваше, ваша генетика, она способна выдерживать, то есть, управлять своим, управлять телом, органами, ну, по меньшей мере, две сотни лет. Ну, по меньшей мере. Хотя бы восстановить те 200 лет, которые когда-то были на Земле, в легкую. Понимаете, я тут, пока не касаясь питания, не касаясь воды, там, экологических каких-то вопросов, это отдельная тема, очень большая. Конечно, эти ребята, которые занимаются вашим убийством, они все предусмотрели. Они все увидели. Они работают многопланным, многомерно, они объемно работают, они правильно делают. Они не только влияют на подсознание, они еще кормят вас так, как надо, да, водичку вам подкидывают, такую, какую надо, держат вас в городах, вот электромагнитные поля разрушают ваши мембраны, клеток, там много-много. То есть, энергия у человека вылетает фонтаном, бьет неправильные отношения между мужчиной и женщиной, неправильный секс, хищный, страшный, то есть, все это вот так, все это вдребезги разносит организм человека. Все сделано на том, чтобы убить, как можно скорее убить, убить, убить. Пока с концами сводит человек, немного, пока молодой, пока поток энергии у него есть, он пока живет. Ну вот, я вам немного рассказал, фактически открыл вам дверь, а вот идти дальше вы должны сами. Если есть какие-то вопросы, задавайте, я вам постараюсь ответить. Больше рассказывать сейчас я не намерен, потому что, фактически, вот это, то, что я сейчас вам сказал, это путь магов, причем магов белых, очень хороших. Я только хочу вам одну вещь сказать, начнете работать в негативе, все потеряете. Очень скоро уйдете из жизни. То есть, есть один только путь в связи с Творцом. Вот в позитиве. Но, чтобы в позитиве работать, нужно еще последнее сделать. Я сейчас последнее, последнее вам скажу, все. Нужно очистить свой ментальный план от негативной, не просто от поступления информации негативной. Это, это, это половина. Вторая половина, это очистить свой ментальный план от всех негативных мыслей. Зависти, чтобы не было похоти, никакой, чтобы не было там, увидел там, красавицу, и ты захотел. Это, это все. Ты животное, ты просто не человек. Вот. Жадности, ни в коем случае, чтобы не было. Лжи, то есть, все вот эти вот низкие, подлые, какие-то мысли, которые в вас, их очень трудно истребить, их очень трудно убрать. Вы понимаете, это очень тяжелая работа. Они же в подсознании заложены. Они заложены, они там бурлят, они там живут в вашем подсознании. Вы можете говорить, что это не так. А на самом деле, тут, тут не вы виноваты-то. А, ваша слабость просто. Ваши родители, которые вас учили вот этому. А что ты не украл? Надо было украсть, и там же никто не видел. Ну, хапнул бы, и пришел. Что ты, как дурак? Было такое? Было с каждым. Таких родителей у нас полно. Или там еще что-нибудь. Вот. То есть, вот это очень сложно. Борьба со своим негативом, борьба со своими мыслями, со своими ментальными установками, которые у нас вошли, буквально с молоком матери. И вот эти установки, они не дадут вам стать серьезными, ну, творцами. То есть, в когорту с творцом вам войти будет очень сложно, пока вы не уберете все это. Когда вы потом, когда все это уйдет, вы будете частью его самого, и тогда все откроется, вся жизнь, вся будет ваша. Там, не важно, но у вас потеряется желание и денег, и власть, и все у вас уйдет, потому что, убрав вот это, да, у вас уйдет все остальное. Хотя будете как в сырмасте кататься. Быть другом Бога, вы сами понимаете, что это такое, да? Тут уж, мне кажется, никакого богатства не надо. Тут самое большое богатство, вот это. Вот. Как это делается? Как убрать эти установки? Как убрать эти черные, темные мысли? Это очень трудно. Как это делается? То есть, ты понимаешь, что неправильно поступаешь, у тебя неправильные эмоции, неправильные отношения к жизни, ты должен поменять в себе эти, вот, эмоцию негатива на эмоцию позитива. Я как-то говорил вам, вот вчера говорил, что люди не умеют любить, да? Не умеют. А зачем? Ведь, собственно, любовь никому не нужна сейчас. Ведь любить, это значит быть частью Бога на земле. А у нас сатанизм, натуральный сатанизм сейчас творится. Ведь управляет планетой, ну кто? И Грегор Амона, да? А это же чистый сатанизм, настоящий. А любовь, это что? Это, ну, как сказать, это непорядок. Это люди, которые выпадают из системы. Они очень опасны, они страшны для системы. Вот. Значит, что здесь происходит? Когда вы убираете вот эту вот, какую-то эмоцию негативную, заменяете ее эмоцией позитивной, работая со своим подсознанием, начинайте сначала с эмоций любви, научитесь любить. Вот. Это главная эмоция. Это основа всего. Это закон, главный, высший закон мироздания. Как вы научите свое подсознание любви настоящей, вы сразу свяжетесь с высшим планом. И тогда высший план, то есть, природа сама, да, сама, будем, сам космос, да, или вселенная, будем, как хотите так и называть, он будет уже с вами, он будет частью вас, а вы будете частью его. То есть, здесь единое целое, здесь все связано в одно целое, один кулак. Вот. И позитив здесь настолько мощный, что, знаете, такие люди не горят в огне, не тонут в воде, такие люди живут там, сколько хотят. То есть, они фактически становятся бессмертными. Вы должны эти вещи понять. Но борьба вот с негативом, это сложная борьба, прям вам скажу, очень тяжелая, очень тяжелая. Потому что в него, в этого негатива, вбито в вас. На астральном плане, на эмоциональном, очень много. И на ментальном тоже. Страшно, когда на ментальном. Но ментальный план, он легче очищается. А вот эмоциональный план очистить, ай-яй-яй. Попробуйте себя очистить от ревности, от чувства ревности. А? Вы можете себе представить? Вот так. А знаете, у меня один случай в жизни, я сейчас расскажу, был. Такой вот интересный. Я с одним человеком так же беседовал. Он мой друг хороший. Много ему рассказал на эту тему. И он стал работать над собой. Он работал, причем так увлекся, что, ну, всерьез стал. Не просто так. А вот он ко мне прибегал, спрашивал, а что вот это, вот как вот это, почему такие видения, почему меня туда занесло, почему сюда. А он был ревнивцем. Он страшно ревновал свою жену. И от этого, от этой ревности она готова была от него сбежать. А вот с этого началось все. Я говорю, ты убери это все, что ты ревнуешь? Ну, если ты, если она от тебя уходит куда-то, значит, ты сам виноват. Ну, сам себя вини. Что ты винишь-то кого-то там? Или ее винишь еще там? В чем она виновата? Сам виноват. Ищи в себе причину. Вообще, вот это вот, ищи в себе причину, никого не надо винить, только ты. Все, все в нас. Все только в нас. Никого. Как только на кого-то показал пальцем, ты свои силы к изменению потерял. Ты на кого-то перепоказал пальцем, понимаете? Ты на него показываешь, а сам уже никто. И вот это он хорошо понял. И чем все это кончится? Однажды он уехал на курорт, приехал раньше на неделю, а жена спится с одним парнем там. И вот он потом прибежал такой гордый, говорит, ты знаешь, твоя школа. Я говорю, что, да сохранил семью. И как? Да вот так. И ты ничего. Говорит, да ничего, я зашел, вижу они. Я говорю, ребята, ну я понимаю, у вас тут шуры-муры, я приехал, мне поесть, надо отдохнуть. Наверное, и вам тоже. Начал готовить, он тут же сготовил. Они не знают, что делать, сидят, забрались там в своей спальне, заперлись, и не знают, как выйти. А я приготовил, все хорошо. Значит, выхожу. И главное, спокоен я, я спокоен, уверен. И я говорю, доброжелательно, слушай, миленькая моя хорошенькая, ну я понимаю, что я тебе не подхожу, он тебе лучше подходит. Ну хорошо, познакомимся. Я говорю, с ним познакомился, посадил их, накормил, потом говорит, ну давайте, ребята, так, я уйду, наверное. Я приехал, вот так получилось, я уйду. Я там найду, к матери пойду, еще куда-нибудь, а вы тут давайте, я за вас только рад, у вас все хорошо будет. Она вот такими, глазами на меня смотрит, открыла рот, она меня узнать не может. Этот собрался и ушел. Я начал собирать свои вещи, она у меня говорит, слушай, я понимаю, что я виноват перед тобой, перед тобой страшно, можешь меня убить, но я тебя не пущу. Она говорит, ты как? Он говорит, я как? Ну как? У тебя же, я тебе не нужен. Она, знаешь, говорит, я все понимаю. Ты мне был не нужен, да, действительно. А вот сейчас я на тебя смотрю и думаю, этот, который сейчас ушел, он говорит, так как ты, себя не поведет. Только ты у меня такой. Понимаете? И вот они сейчас живут, душа в душу, все прошло, никаких проблем. Вот вам пример рассказал, как может человек измениться. Ну а теперь, я думаю, я вам самое главное все рассказал, вопросы. Вот Света улыбается, он знает, что это такое. Слушаю вас. Михаил Войска, город Краснодар. Существует группа лиц, которая явно сократила власть на нашей митрой земле и управляет всем нами тайно, бессистемно и также явно, частично. Вот с одной стороны эта группа лиц, она хочет сократить население нашей земли, потому что мы 15 миллиардов и управлять другом. И с другой стороны эта группа лиц подчиняется каким-то, видимо, внеземным существам, которые как по вашему мнению, что, чего хотят вот эти существа, которые управляют этой частной группой лиц, которая управляет нами. Материальных благ, они явно от нас получить не могут. Потому что, видимо, у них какие-то другие материальные блага. Видите, я могущество, я сейчас расскажу вам. Во-первых, вы правильно говорите, материальных благ им не надо, потому что в космосе там навалом всего, там целые астероиды, чисто золотые летают, из платины, из железа, из стали, из никеля, из чего хочешь. Это на самом деле так. А биомассы, они, биомассы, они могут сами разобраться, это на самом деле. Дело в том, что площадь нужна, планета нужна, она очень удобная. Планета очень удобная, будем так говорить, она очень хорошо защищена от космических ударов. Например, все системы звездные, они так устроены, рядом со звездой планеты-гиганты, а подальше, там планеты такого типа, как наша Земля, Венера, Марс. А у нас все наоборот. То есть, нашу, нашу звездную систему строили, она построена. Планеты-гиганты выброшены на огромном расстоянии, они фактически являются нашим счетом. Юпитер собирает на себя процентов 60, примерно всех летящих астероидов и комет. То же самое делает Сатурн. Он там тоже где-то 30-40 процентов собирает. То есть, там получается вот эта защита очень мощная. Но, нам помогли в одном деле. Была разрушена планета Астра и появился пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Это было сделано именно для того, чтобы сокрушить нашу планету. Самое лучшее оружие в космосе это астероид. Любая цивилизация погибает, как корова языком смешит сразу. Астероид это конец. Так и было. Так было два раза. Поэтому вот эта планета была разрушена именно тогда, когда было вторжение. В нашу звездную систему пришла цивилизация. Другая. Примерно это случилось, если вот верить ведом, получилось это два миллиона лет примерно назад. Вот так. Как раз конец третичного периода, начало четвертичного. Как раз оледенение на Земле. Не столько оледенение, сколько падение климата. Работа многих вулканов, то есть климат опустился, температуры опустились очень низко. Не столько льда было, сколько вот это было. Беда была большая. Вымирание животных, огромное выживание людей. Потом была Луна построена, Луну построили именно для спасения Земли. Это все так было, это уже строили наши цивилизации. Значит, я хочу что сказать. Существует в космосе три клана. Три мощных клана людей. Вот это люди. Три клана. Если верить, конечно, ведам. Но о ведам просто приходится верить, потому что веды, они написаны именно с тем, будем так говорить, с тем умыслом, что мы в конце концов разобрались в них. Это Шива Пураны, это Вишну Пураны, Брахма Пураны. Вот три мощнейшие книги. Гигантские. Там каждая книга, там десяток томов. Так что там очень много интересного. У нас переводов их нет. К сожалению, англичане англичанам их не дали. Они не смогли там ничего отредактировать. Вот сейчас занимаются наши ученые санскриты напрямую на русский язык. Но вообще, кто знает санскрит, более-менее, просто нужно знать азбуку. А язык-то один. Мы же спокойно можем читать и понимать, о чем там написано. Ведь санскрит, он ближе нам, чем польский язык. Поляков запросто понимаем. А индийцев-то еще проще. Так что, вот какая ситуация. Эти три клана, три клана, они вечный вражден между собой. Почему, никто не знает. И в ведах ничего не описано на эту тему. они вот между собой борются за забладание планетами, прежде всего райскими мирами, то есть хорошими планетами. Земля не относится к райскому миру, но достаточно хорошая. Она была раньше этим райским миром, в третичную эпоху. В палеоцене, например. И миоцене, олигоцен, это 30 миллионов лет назад. Это время было золотое для Земли, это был золотой век. Даже на полюсах там пальмы росли. Так вот, я хочу что сказать, что здесь вот эти вот три клана, они себя очень сильно истощили. Они в этой борьбе давно, многие миллионы лет. И что им надо, непонятно. Один клан, это, короче, эти кланы, они что, они считаются детьми трех богинь космических. Это Адити, Дити и Дану. Вот, вот так. И что это за богини, не ясно. Откуда они взялись, тоже непонятно. Откуда с центра галактики. Вот. И мы прямые здесь потомки Адитьев. Русский народ, это прямые потомки этих вот северных Адитьев. это белых богов. Вот. И поэтому, как вы сказали, уничтожение не потому, что они хотят управлять. Да им не управлять надо, им просто надо уничтожить человечество. Потому что те занятые своей какой-то работой там в космосе, между собой, там вечная драка, и они просто за... Наша планета как бы на ошибке, и стоит на нас забыта. Она в настоящее время просто забыта мировым вот этим вот космическим сообществом. Они вот только сейчас начинают обращать внимание на то, что творится у нас здесь. А к нам пришла другая цивилизация. Она... Это серпентаиды. Это другие. Это типа Греус. Ну, Греус, вы, наверное, знаете, в курсе, что это такое, да? Серые. Так это вот что-то среднее между человеком и Греус. Греус, это совсем биороботы. Ну, вы, наверное, знаете, о чем мы говорим. Большие, маленький рост, там огромная голова, там глаза огромные. Планета, где они там родились, она темная, там красный карлик, там очень мало света, потому они такие... Вот. Хотя, в вентальном плане они нормальные, они, в общем-то, но они управляемые, эти Греус. Так вот, серпентаиды, вот они как раз и заняты. Вот эти, этой вот медленной вот войной с нами на уничтожение. Это на уничтожение все делается, но нашими же руками, потому что, если нас атаковать как-то, вот, тогда внимание можно привлечь хоть любой клан людей. Либо Донавов, либо Адитов. Они могут прийти и уничтожить их. Они этого боятся. Это уже было. Поэтому они что? Они создали технологии, где мы сами, сами себя уничтожаем, очищая планету. Понимаете? Для них главное уничтожить белую расу. Им не надо там негров трогать, им не надо уничтожать там китайцев, там даже индусов. Это, это абсолютно им это не требуется, потому что отпусти белую расу на тот свет и получится, что эти сами себя уничтожат. Вот ушли белые люди с Африки, там началось людоедство. Все, опять то же самое, опять каменный век. Вот сейчас металлургия у нас погибнет, там будут опять все с камней делать, с костей. И опять будут через некоторое время бегать там пятиконтропы будут по Африке. Эти вот самые негри превратятся снова в эректусов. То же самое произойдет с китайцами. Потому что создавать новые технологии, идеи генерировать может только белый человек. Не потому, что мы там какие-то особенные, но мы потомки богов. мы на самом деле у нас, мы биологически просто выше стоим. Намного выше, чем все остальные расы. Остальные расы искусственные. Вы, наверное, должны понимать, что это все искусственное. И желтая раса, она от пятиконтропа, ну, в частности, от синантропа, от китайского человека, монголоидного. Они даже гордятся этим, что они предки были синантропы. Они даже китайцы не скрывают этого. А негры, это эректусы. Почитайте книги на эту тему. Уже масса книг на эту тему. Генетики это написали. То есть, что получилось? Какая-то цивилизация добавила гены белой расы, вот этим вот архантропом получили эти вот эти вот искусственные расы. Для чего? Технология простая. Разделить, стравить между собой. То, что останется, растворить. Растворить в южных народах. Это и происходит. Посмотрите, как наши девчонки кидаются на кавказцев. Ну, а кавказцы что? Ну, они же что? Или там на арабов, или на китайцев, или даже на негров. Это вот технология какая? Стравить, то есть, разделяя и властвую. Вот разделили, это еще не все. Вот надо стравить, чтобы драка была, чтобы погибло как можно больше. Кто уцелел, растворить. Все просто. А потом, сами они по себе, они просто здесь не выживут. Если белой расы не будет, то, ну, представь, сейчас скажу, я вот, было 32% белых людей в начале 19 века, сейчас осталось 6%. Одна Россия осталась, ребята, одна Россия. Вот Россия пока еще белая держава, белая раса здесь. Все. А нам говорят, многонациональная. Где же нам многонациональная Россия, когда у нас 80 с лишним процентов русских здесь живет? 82%? В Японии тоже так же. 82%. Так они почему-то немногоациональные. В Израиле 75% там мононациональные, а мы многонациональные. С чего это вдруг? Видите, как нам внушает все. Наше подсознание вбивает программу. Ну, это я уже отвлекся немного. Так, что еще хотели спросить? Вот этот процесс я как раз я специально не стал вам рассказывать. Я все ждал, что меня спросят. И вот, наконец, спросили. То есть, выход из подсознания. выход из подсознания. То есть, вы свалились из подсознания, вы там работали там какое-то время, а теперь надо выйти. Очень умный вопрос. Правильный. Вот эта девушка, она одна услышала. Все. Вот молодец. Дело в чем. Вот эта вот цифра. Вот пять. Пятерка. Пять, четыре, три, два, один, ноль. Это как раз опускание сознания вглубь подсознательную. Вот. Это главное, вот эта цифра. То есть, снова считаешь. Один, два, три, четыре, пять. Открываешь глаза, установку даешь на бодрость, на крепость, на хорошее настроение, что все отлично, все прекрасно. Даже вот когда вы свалились вот в подсознании, работаете, кто-то пришел или телефон позвонил, вы успеете просчитать вот это. Вот. Это вот сначала вам будет трудно в подсознании уходить, там вот расслабляться, все. Но запомните слово, вот это слово, где вот вы нашли, да, по ладони какой-то, оно стало ключевым. Потом к этому слову приучите свой организм. Только говоришь это слово, оно у тебя все расслабляет. То есть, расслабляется тело, включается самопрограммирование, и вы начинаете работать. Все просто. Ничего сложного нет. А? Да можно хоть 20. Это просто, дело-то не в числах, не в числе. Просто проще так. Это очень трудно удержать свое сознание вот в этих числах. Будешь там считать один, там, девять, там, восемь, там. И вот это будешь удерживать все время. А, понимаете, проще, когда пятерка. Даже можно тройку взять. Даже тройку можно взять. Это уже ваше дело. Вот и все. Но, я вам еще могу сказать один способ ухода в подсознание. Я писал его в книгах. Это вот, ну, релаксация вам понятна, да? Вот. Дальше закрываешь глаза и чувствуешь, что ты лежишь на волне, на волнах. Вот море качает тебя, ты на волнах лежишь. Просто руки раскинул, лежишь на волнах. Вот. И потом, начиная что? Уходить под воду. Ты опускаешь себя под воду и пошел. Видишь, зеленая вода, потом белое небо, там, просветы, да? Потом темнее, 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 темнее. Ты уходишь, уходишь, уходишь на дно. Упал в этот ил, кругом тебе тут крабы, черви носятся. Ну, тебя это не волнует. И ты ушел тоже в подсознание. Можешь себя здесь программировать как хочешь. Можно так, на образе сделать. Способов очень много всяких. Понимаете? Это чистая техника. Технику можно найти. Она в книгах есть. Всякое разное. Я вам кое-что рассказал вот здесь. Можно по-другому на облако залезть. Или на луну улететь. Это ваше дело. Как хотите. Только работаю уже с образами. Теперь что? Если вы чего-то хотите добиться в подсознании, чтобы программу заложить, говорите словами. Четко, каждое слово, вот, взвешивая. Ну, наверное, не буду повторяться. Много раз я уже говорил. Никогда. Не употребляйте частицу не. Ни в коем случае. И еще подсознание не понимает юмора. С юмором нельзя шутить. А то можете так нашутить, что не дай бог. Вот, собственно, все самое главное я вам сказал. Надо всегда говорить так. Допустим, не, я там, ну, не боюсь никого. Я, вот, ты говоришь, я бесстрашен. То есть, меняешь слово. Не убираешь. Другое слово меняешь. То есть, я, и всегда говорить, вот, в настоящем. Никогда не, не говорить, я хочу, чего-то там, не надо, хочу. Ты, ты не хочешь, ты уже, ты уже имеешь. Я имею, допустим, мешок с деньгами, вот, он у меня стоит, осталось только руку протянуть. Вот, это будет работать. А если ты будешь говорить, я хочу иметь, никогда этого не будет. Ну, и хати на здоровье, хоть сто лет. Понимаете? То есть, настоящее, должно быть настоящее, настоящее. Здоровье, я здоров, я как бык, у меня все прекрасно работает. И там, и почки работают, и камни улетели из почек, и все. Хотя это, хотя это, там, больной орган. Ну, когда установка, дал установку на здоровье, и подсознание приняло, то мгновенно начинается перестройка органа. Подсознание включается, камни полетели, почки очистились, все становится буквально через три дня, четыре, ты уже чувствуешь себя легче, легче, и потом все, буквально через, там, может быть, через неделю ты здоров. Все. Тут зависимости от скорости. Какая скорость подсознания? Мне немножко непонятно. Там, вот, ты говорил, что строят фразы определенные, да, и потом поменяем слова местами, или как-то, вот на примере. Да, на примере, ну, я не знаю, какие тут примеры. Ну, если ты будешь как попугай, одну и ту же фразу повторять. Вот. Ну, например, у меня за дверью стоит мешок с деньгами. Стоит, я хочу им пользоваться, вот, намерение. А потом говоришь, за дверями у меня стоит мешок с деньгами. То есть, поменял. Понятно? То есть, суть та же самая. Я просто вам пример, привел, пример привел. Ты можешь и так, и так, главное, чтобы не менялась суть. Так проще вашему сознанию, сознание не терпит таких штамповок. Штамп, 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 штамп. Это очень трудно, вот, в этих рамках этого штампа удержать свое сознание. Поэтому, когда меняешь его, а суть остается. Вот, вот, собственно, ничего сложного-то, и нет. Юрий Алексеевич, расскажи, пожалуйста, про новую книгу. А, новая книга, это «Тайная хронология и психофизика славян». Она сейчас вышла. Вы знаете, честно, я ее не видел своими глазами, эту книгу. Вот, честно, я ее не видел. Они мне позвонили, что книга вышла, а я ее не видел, не знаю. но, но, что там в этой книге? Там, на самом деле, есть вещи, которые нигде я не писал. Во-первых, там есть много исторического материала, который нигде не описан, вообще. Нигде его нет. Вот. Места храмов, где стояли крупные, большие храмы, ведь нам что говорят? На Руси молились колесу, да? Поставят идола и на этот, на этот идол там молятся и тащат туда пленных и около идола там сердца им выдергивают. Чуть ли не как у майя, да? Еще поджаривают. Там еще, кстати, знаете, до чего дошло? Рассказывают, что мы людоедами были на Западе. Скифы, оказывается, обожали уши жарить у врагов. Надевали их на шампур, поджаривали. Вот такие вот сказки рассказывают. Так вот, как раз вот в этой книге там ничего этого нет. Там я материал собрал, который слышал. И мне показывали руины этих храмов. Там целые комплексы, большие. Что такое храм? Я там и описываю, что это не храмы, ведь не в том плане, как нам, вот как у попов там. Это школы были. Это огромные библиотеки были. Понимаете? Это законы психофизики, общие законы мироздания. Там преподавали. Детей туда собирали. Воинском учили. Самые лучшие воины были жрецы. Это даже не кшатрии. Не бояре. Бояре натряд кшатрии. Вот. Были прежде всего. Кстати, вот в Махабхарате там самые лучшие воины оказываются все-таки брамины, а не кшатрии. Тот же Парашарама, например, да? Помните такого? Вот. То же самое на Руси же у нас было. Вот. И эти вот, где эти руины этих храмов, гибель их там, я писал, как они работали, как проводились обряды. Но только не подумайте, что эти обряды были мистические. Там мистики вообще нет. Там психофизика. То есть, что это? Работа ментального поля человека и астрального поля с тонким планом. Как может человек войти в контакт с Творцом и как он может получать информацию от Творца и влиять на реальность. Это магические обряды. Можно их поменять. Вы не думайте, что там только как написал я, как мне рассказали. Это только так. Можно и по-другому сделать. Главное сохранить суть. Вот как это суть. Там вот именно книга посвящена сути. Даже можно поменять время праздников, кроме космических. Вот Солнцеворот, равноденствие ни в коем случае. А все остальное это можно и менять. У нас очень демократичная была вот эта вот система миропонимания. Это ведь религия как таковой вот той, которую нам сейчас преподносят. Ее же не было. Ведь само слово религия это способ, это упаковка древнего знания именно физики, физического знания в мистическую форму и историческую форму, чтобы донести до потомков. Вот понимаете, это упаковка определенная. Вот и там как раз я ей это все объяснил. Как говорят инглинги, вера это ведать ра. Ничего подобного. Вера это фанатизм, это безумие. Ты должен верить просто и все. Ведь у нас нет другого в русском языке синонима слова вера. Нет просто. Вот. А религия это именно наука. То есть наука, которая закрыта вот обрядовым, таким обрядным одеялом упаковкой. Где в обрядах все, кто понимает, он разбираясь с этими обрядами, он поймет, как эта система работает. Каждого из полей. Там много интересных вещей. Вот именно вот здесь. Я когда описываю творца, да, культ творца, а начинаю с лады. Культ творца держался на женской энергии. Там начинается все с зеленой чакры, то есть зеленого цвета, с зеленого поля, с ладоны. Вот что идет. Творец это женщина, и в космосе она женщина, тоже творец. И надо поклониться нашим женщинам, что они несут в своих сердцах вот этот поток, этой богини. Вот там это у меня все неплохо написано. Ну, не знаю, может кому-то она понравится, кому-то нет. Да. Но я не знаю, что вы имеете ввиду. Ой, как же мы вам объясним. Я вот сейчас объясняю систему. Но кто будет разрабатывать система? Знаете, что здесь? Вот привыкли, вот нам программу воткнули, опять программу, что дядя Вася должен за нас все сделать. Вот сейчас как программа, вот Путин должен нам счастье принести для жизни. И Володя бедный упирается, жалко его, честно. Так его жалко, как не знаю кого, такую нагрузку мужик тащит. А ведь нам помогать ему надо. Вот и здесь, понимаете, вот да никто не будет программы эти делать, никто не будет, никто за них не возьмется, пока мы сами их не сделаем. Я вам скажу больше, уже многое делается, но опять таки делается снизу. Вот ребята с Риги, там у меня есть такой Зинтерс, Заринс, мой лучший друг там латыш, они умудрились что сделать? Они взяли все учебники советские, какие только были с 24 года и в цифровой вариант все перевели полностью, они работали год, чтобы это все собрать, понимаете, вот, и это все мне ехал и подарил, мне сейчас в руках все, вот, даже Киселева математика, мощнейшая математика, лучшая в мире, она у нас есть, во как, в Израиле ее преподают сейчас, израильтяне киселевскую математику, она у нас есть, то есть мы сейчас можем запустить, только бери, печатай эти книжки, все, они готовы, и вперед, это уже что-то, ну, а программу, программу, естественно, надо нам самим думать на эту тему, но программа, тут вопрос даже не о детях, тут надо взрослых начинать, потому что наши взрослые, это самое страшное, это беда для наших детей, программированные взрослые, это конец нашим детям, понимаете, вот надо учить вас прежде всего, потом уже детей, что вы хотите? слушаю, Светлана Пилунова с ее центром, что вы об этом можете сказать? Если у вас намерят или нету, Знаете, я не знаю, как вы говорите, честное слово, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Вот есть две сведения сейчас, что Великая Тартария погибла целеслисты, держится в дирекции, в дирекции. Вот вы путешествовали по Сибири и видели множество вашего родичка, которые, видимо, не такие старые. Что вы думаете по этому поводу? это говорит в общем честный очень честный хороший исследователь кунгуров вот он вещи называется именами очень многие вещи правильные называют я сам родился в сибири вырос сибири я сибиряк я не просто путешествую по сибири вот на самом деле руины сплошные стоят у нас не только руины у нас заводы разрушенные стоят у нас горы шлака после выплавки стали целые горы у нас терриконики древние стоят красные красный терриконик перегоревший работали древние шахты ведь на этих террикониках лес они целые пирамиды стоят ученые этого не хотят в упор видеть кунгуров во многом прав но я вам хочу хочу вот что сказать что он ошибся просто в датах погибла тартария на самом деле во времена ивана грозного иван грозный после то после гибели ее только принял титул царя он был князем он был частью тартарии а погибла на под ударами термоядерными на самом деле прокатили по всей сибири тысячи воронок сплошные до сих пор эти воронки такие которые в которых ничего не живет там рыбы нет хочу говорить вот они ребята вы же видели это все вот вот они сидят эти рыцари вода идеально чистая на 200 метров видно под водой человека там нет планктона там даже планктона нет ты ныряешь ты ныряешь там стекло она по сравнению с этой водой но не прозрачные понимаете даже лучшее стекло вот такая вода и наука вообще в тупике дистиллированная вода в этих озерах как она может быть дистиллированной вообще непонятно то есть идет процесс термоядерной реакции где-то там глубина так вот поэтому пирмак тимофеевич и ушел в себе чтобы собрать остатки какие там уцелели еще где-то а бухарцы пришли с юга пришел кто знаменитый кучом со своей команды вот что получилось битва с бухарцами было именно с теми кто пришел с юга а кто бомбил кто это прокатил всю эту тартарию вы на сами догадываетесь потому что если бы она уцелела наверное бы не так бы все было что города буквально вот там вот ребята не дадут соврать через полтора километра стоят у нас таких деревень нет как там у нас деревне на расстоянии там полтора два километра деревне 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 то есть в сибирь была заселена огромное количество людей 200 миллионов погибло сгорело просто а потом то что говорит кунгуров дальше получилось еще и интереснее в шестнадцатом году девятьсот шестнадцатый год восемьсот шестнадцатый год они умудрились запалили три вулкана сразу для них это несложно и эти вулканы поперла вот это вот пепел над сибирью и трое три года не было взгляда вообще и последние остатки вымерли а после вот этой беды бос после вот после бомбардировки прошло некоторое время когда немножко улеглось все это радиация ушла алексей царь алексей михайлович отправил команду добивать последних русских там в сибири а потом петруша это сделал петр первый наш о котором мы так привыкли хорошо говорить там миллионы погибли нам до сих пор рассказывают эти ужасы как детей на кол садили грудных это это мы же это все знаем челдоны ушли в такие дебри в такие в такие подземелья чтобы выжить а челдоны кто люди воды это русские люди живущие там постоянно они-то они не они там всегда жили они никогда не не приходили а на аляске когда аляску открыл шелихов команда вот это вот его русско-американская компания там же аляска заселена была и вплоть до калифорнии тоже русский народ там жил кто там откуда не взялись там ведь это же все понятно все известно есть в истории но никто не объясняет эти вопросы никто не решает так что вот так я кратко так рассказал что получилось и можете поздравить у меня карты тартарии мне передали люди я не знаю кто низкий поклон им просто пришли положили мне флешку и ушли я не знаю кто это сделал включила там из ватикана ватиканские карты сейчас у меня вот целая флешка теперь я могу спокойно их распечатывать вот и да да они уже есть они уже есть дело в том что алишер усманов он купил британии за заплатил миллионы этот мужик нормальный мужик наш русский мужик хотя фамилия такая у него да он душа то у него своя он припер эти карты и и в москве устроили целую выставку карт тартарии там там огромная выставка понимаете этих карт и даже путин не знал что это он сделал а он сделал для россии вот такие у нас есть и предприниматели понимаете он он платит огромные деньги за эти карты он он там купил всех и в ватикане и в лондоне и привез эти карты в россию во как делается это то есть идет процесс возрождения на самом деле да нет там есть и на русском и на латыни там два там карты уже переписаны там на латыни подписано но интересно вся сибири это города сплошные дороги аэродромы эти состоят эти дамбы на реках стоят понимаете ну все там вот даже не так как у нас у нас сейчас там пустыня а то а там все обжитое даже на чукотке интересно вот мы нашли храм вот георгий сергей здесь там руины храма вместе с ним были в экспедиции там фундамент все на этом на белом острове вот была экспедиция у нас я бы рассказывал бы встречались зимой так вот на этом месте в этой вот на этой карте стоит храм он прямо нарисованный стоит подписано храм даже бога мы не ошиблись нашли точное место вот такие вот дела так что еще а еще раз повторите пожалуйста книгу эту последнюю а кажется так честно я ее не назвал уже а вот там тайная хронология славян и психофизика славян русского народа вот так вот что да она сейчас по моему появится у вас должна появиться так ну вот я вам рассказал ну что спасибо за внимание думаю что многие все поняли красота обитали она 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 Продолжение следует...